И долго еще определено мне чудной властью Идти об руку с моими странными героями Озирать всю громадно несущуюся жизнь Озирать ее сквозь видный миру смех И незримые, неведомые ему слезы Субтитры создавал DimaTorzok 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 Дemoución Дмитрий любил субтитры создавал DimaTorzok Весьма рад познакомиться. Прошу, садитесь Вы где служили? Поприще службы моей, ваше превосходительство, началось в казенной палате. Дальнейшее течение оно и продолжало в разных местах. Был в комиссии построения. Построение чего? Храма Христа Спасителя в маске, ваше превосходительство. Вообще, я незначущий червь мира сего, терпением по вид, терпением спелена, ты сам, олицетворение терпения. А что было от врагов по службе, покушавшихся на самую жизнь, так это, ваше превосходительство, ни слова, ни краски, ни самая кисть передать не могут. Жизнь мою можно уподобить как бы судну среди волн. Судну? В судну, ваше превосходительство. Жужутка. В какие места, извольте, ехать? Еду я потому, ваше превосходительство, что на склоне жизни ищу уголка, где бы провести остаток дней. Ну, остаток остатков, но и видеть свет и коловращение людей. Коловращение? Коловращение, ваше превосходительство, есть уже само по себе, так сказать, живая книга и вторая наука. А, правда, правда. В губернии вашего превосходительства въезжаешь, как в рай. А это почему же это? Дороги везде бархатные. Правительство, назначающее мудрых сановников, достойно большой похвалы. Не смею задерживать своим присутствием, ваше превосходительство. Любезнейший Павел Иванович. Павел Иванович. Павел Иванович, покорничек, прошу, сегодня пожаловать ко мне на домашнюю вечеринку. Почту за особую честь, ваше превосходительство. Честь моей плодицы. Честь моей плодицы. Ваше превосходительство, скажите, кто это так искусно вышел эту каемку? Это я. Ушиваю кишлёк. Скажите. Честь тебе кланится, ваше превосходительство. Благонамеренный человек. Пошел тамбовский мужик. Пошла старая попадья. А я ее, ваше превосходительство, мусам. Хе-хе-хе-хе-хе-хе. Павел Иванович, весьма, весьма рад. Здоровья вашего превосходительства. Поясница немного побаливает. Это пройдет, на это нечего смотреть ваше превосходительство. Душенька, позвольте мне представить коллегский советик Павел Иванович Чичиков. Так это вы, Павел Иванович. Павел Иванович. Павел Иванович, позвольте вам представить. Наш прокурор, Антипатр Захарович. Чичиков. Наш почмейстер, Иван Андреевич. Чичиков Павел Иванович. Председатель здешней палаты, Иван Григорьевич. Наш полицмейстер, Алексей Иванович. Алексей Иванович, весьма рад. Павел Иванович, как вам понравилось наше общество? Ваше превосходительство, это не губерния. Это сам Париж. А скажите, ваше превосходительство, значительные помещики есть в губернии? Да, разумеется. Приятно было познакомиться. А вот, Павел Иванович, позвольте вам, здешний помещик Манилов, Павел Иванович Чичиков. Павел Иванович. Павел Иванович. Ваше превосходительство. Карточки. Павел Иванович. Прошу вас. Павел Иванович, а как вы нашли нашего губернатора? Не правда ли, что припочтеннейший человек? Совершеннейший правду. Припочтеннейший человек. И какой искусник. Он мне показывал своей работой кошелек. Редкая дама может так искусно выжить. Ну, позвольте. А как вам показался наш полицмейстер? Не правда ли, что очень приятный человек? Чрезвычайно приятный. И какой умный, очень, очень начитанный человек. А прокурор? Не правда ли, что очень милый человек? Очень достойный человек. Молодой. Скажите, вы всегда в деревне проводите время? Больше в деревне. Нет ничего приятнее, как жить в уединении. Наслаждаться зрелищем природы. Павел Иванович, убедительно прошу сделать честь своим приездом ко мне в деревню. Не только с большой охотой, но почту за священнейший дом. Павел Иванович, позвольте вам представить. Это моя жена. Чичко. Лизонька. Лизонька, это Павел Иванович. Павел Иванович, Павел Иванович. Павел Иванович, это всего только 15 верст от городской заставы. Деревня Маниловка. Ябка, Иванович. Павел Иванович, деревня Маниловка. Почту за священнейший дом. О. Маниловка. Ко мне прошу. Собакевич. Чичко. Прошу. Мне правда ли, какой прекрасный человек Иван Григорьевич. Кто это такой? Председатель. А, так это вам показалось. Он только что масон. А дурак каких свет не производил. Конечно, каждый человек не без слабости. Но зато губернатор, какой превосходный человек. Да, варвар. Как варвар? Как варвар. Первый разбойник в мире. Что, губернатор-разбойник никогда бы не подумал. Наоборот, мягкости в нем много. Кошельки вышиваете своими руками. Ласковое выражение лица. Да, лицо ласковое. Разбойничье. Дайте ему нож и выпустите его на большую дорогу. Вот он вам там вышьет кошелёчек. Он вас за копейку зарежет. Он да ещё полицмейстер. Это Гога и Магога. Это секта мошенников. Весь город такой, я их всех знаю. Мошенник на мошеннике сидит, да ещё мошенникам погоняет. Все христопродавцы. Один только и есть порядочный человек. Это прокурор. Ну, ежели правду говорить, свинья. Я ко мне прошу. А это сектор. Здравствуйте, господа. Здравствуйте, господа. Здравствуйте, господа. Здравствуйте. И прокурор здесь, и председатель, и полицвестер, и познакомьтесь, господа, зять мой Межуев. Ну-ка, господа, поздравьте. Продулся в пух. Верите, никогда в жизни так не продувался. Я не только убухал четырех разокоп, а я все. Я совершенно все спустил. Вам не лепли цепочки, и заодно. Да что цепочка? У тебя один букенбард меньше другого. Нас трех познакомься. Опа-па! Какими же судьбами в нашей края? Ну да, я тебя поцелую, душа моя. Кто это? Китиков Павел Иванович. Ну-у-у, да хорошо. Куда ездил? Ну-у-у, а я, брат, прямо с ярмарки во рту точно эскадром переночевал. Да познакомь с зячем Межуев. Чичиков. А мы с ним всю дорогу говорили о тебе. Обо мне? Только о тебе и говорили. Смотри, если мы по дороге не встретим Шичикова. Как я жалел, что тебя с нами не было. Меня? Тебя. Ваше превосходительство по руле на семерке. Нет, нет. Место занято. Занято, занято место. Павел Иванович, пожалуй, Дима. То есть как? А там не! Как занято! Как занято! Павел Иванович, прошу. Пожалуйста, Павел Иванович. Имею честь покрыть первую... Павел Иванович, прошу вас в мой кабинет. О нет! Сделайте милости. Не беспокойтесь так же меня. Я пройду после. Нет, даже извините, Павел Иванович, не допущу пройти позади себя такому образованному человеку. Ну почему же образованному? Нет, Павел Иванович. Проходите вы. Извольте проходить вы. Ну отчего же? Ну да уж от того, Павел Иванович. Павел Иванович, чудесный, чудесный! Не! Почтений, чудесный, чудесный. Почтений, чудесный... Ну что, что ни громкого имени, не имея ни ранга заметного. Павел Иванович, вы все имеете, даже еще более. Я бы с радостью отдал половину своего состояния, для того, чтобы иметь хоть часть тех достоинств, которыми обладаете вы. Ну что, ничтожный человек и ничего больше. Павел Иванович, вот мой уголок. Приятная комнатка. Позвольте вас попросить расположиться вот в этих креслах. Нет, нет, позвольте, я сяду здесь. Нет, позвольте мне вам этого не позволить. Это кресло у меня ассигновано для гостей. Уж вы, ради или не ради, но должны сесть. Павел Иванович, позвольте мне вас попотчевать трубочкой. О, нет, нет, благодарю, благодарю, я не курю. Почему? Говорят, трубка сушена. Ну, Павел Иванович, позвольте вам заметить это предубеждение. Как-то курить гораздо здоровее, нежели вот нюхать табак. А как, в самом деле, было бы хорошо жить это вместе, под одной кролей? Или под тенью какого-нибудь вяза? Пофилософствовать о чем-нибудь, углубиться, следить эдакую какую-нибудь науку, чтобы расшевелить душу. Это дало бы парение, бы эдакое... Это была бы райская жизнь, не райская. Райская, райская. Ну, почтеннейший. Позвольте прежде, однако, насчет дела. Как давно вы изволили подавать ревистскую сказку? Да уж давно. А лучше сказать, я не припомню. Ну, а скажите, с той поры, много у вас умерло крестьян? Умерли, умерли. А, собственно, для каких причин вам это нужно? Для каких причин? Да, я понимаю. Я понимаю, вы меня спрашиваете, для каких причин? У меня. Причины вот какие. Я бы... Я бы хотел купить крестьян. А как бы, собственно, вы хотели купить крестьян? С землей или просто так, на вывод? То есть, без земли? Нет, я не то, чтобы совершенно крестьян. Пошли. Я бы хотел у вас купить... ...мертвую. Вы извините меня, великодушный, я несколько тук на ухо. У меня сейчас послышалось пристранное слово. Нет, 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 я желал бы купить мертвых. И так я желал бы знать, согласны ли вы мне передать, уступить. Нет, Ван Иванович, я не могу постичь. Извините, я не мог получить такого блестящего образования, какое, так сказать, видно во всяком вашем движении. Но, может быть, вот в этом, только что изложенном изъяснении, скрыто иное. Может быть, это бы выразилось так для красоты слова? Нет, я разумею предмет таков, как есть. То есть, те души, которые точно умерли. Ах. Ну и так, если у вас нет препятствий, то с Богом можно было приступить к совершению купчей крепости. Как? На мертвые души купчей? Ай, нет, мы напишем, что они живы, как стоят в ревизской сказке. Я привык ни в чем не отступать перед законом. Я не имею перед законом. Ага. Позвольте, может быть, вы имеете какие-нибудь сомнения? Помилуйте, ничуть. Я не для того говорю, чтобы иметь критическое предосуждение о вас. Но позвольте вам доложить, не будет ли это предприятие, или так, чтобы еще более вернуться, негация? Так вот, не будет ли это негация, не соответствующая гражданским постановлениям и дальнейшим видам России? О, нет. Напротив, казна получит даже выгоду, потому что получит законные пошлины. Ах, законные? Да. Тогда другое дело, я против этого ничего. Да. Ну, теперь остается условиться в цене. Как? В цене? Неужели вы полагаете, что я буду брать деньги из-за души, которые в некотором роде окончили свое существование? Если уж вам пришло в голову это такое фантастическое желание, я отдаю их вам безинтересно и копчие уберу на себя. Почтеннейший друг. Павел, Павел Иванович, я только хотел доказать вам чем-нибудь свое сердечное влечение, магнетизм души. А что такое умершие души, в некотором роде совершеннейшей дрянь. Очень не дрянь. Если бы вы только знали, какую услугу вы оказываете сей, по-видимому, дрянью человеку... Без племени и рода. Нет, действительно, чего я только не претерпел. Так как барька какая среди звери и похвалов. Павел Иванович, не дуле, как через два дня. Павел Иванович, вы сделаете подробный реестр их всех поименно. И потом, для совершения купчей крепости, вам хорошо бы было самому наведаться в город. Будьте уверены, Павел Иванович, не дули, как через два дня. Что, вы хотите ехать? Да, мне пора. Нет, оставайтесь. Нет, ехать ничем. Лизонька! Лизонька! Павел Иванович оставляет нас! Нет, 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 нет. Это потому, что мы надоели Павлу Ивановичу. Здесь, вот в сердце, прибудет приятность времени, проведенного с вами. Оставайтесь, Павел Иванович, оставляйте. Павел Иванович, оставляйте. Оберзи! Девчонки! Обратини! Нет, Барин, как можно, чтобы я обракинул? Да подожди! Павел Иванович! Ишь ты! И перекинуло! Павел Иванович, ты пьян как за божий? Нет, Барин, как можно, чтобы я был пьян? Я знаю, что это не хорошее дело быть пьяным. С приятелем поговорил, а мне откуда. И закусили вместе. Вот я тебя высеку, тогда будешь знать, как говорить с приятелем. Это, как вашей милости, мой изгодно. Почему и не посечь, если задело на то воля расходская? Слушай. В причине слетевшего колеса Чичиков забрел совсем не туда, куда собирался. Чико, батюшка. Не дурно, не дурно, матушка. А позвольте знать фамилию вашу. Я так рассеялся, приехала в ночное время. Коробочка. Коробочка. Колесская секретарьша. А имя отчество? Настасья Петровна. Настасья Петровна. Какое хорошее имя. У меня тетка. Родная сестра-матерь тоже. Настасья Петровна. Ай, блинцы у вас, матушка, вкусные. А ваше имя как? Я чай, вы заседатель? Нет, нет, матушка. Я чай, не заседатель. Так, ездим по своим делишкам. Так вы, покупщик, как же жаль, право, что я продала мед купцам. Да как дешево, отец мой. А ты бы тебе, верно, его у меня купил, а? А вот меду-то я бы и не купил. Совсем другого рода товарец. Послушайте, матушка, у вас умирали христиане? Умирали, батюшка, 18 человек. И все народ такой славный. На все воля Божия, матушка. Уступите их мне. Кого, батюшка? Да вот всех этих, которые вымерли. Я право в толк не возьму. Не ж ты хочешь их откапывать из земли? Помилуйте, матушка. Покупка будет числиться только на бумаге. А души будут прописаны как бы живые. Вы за них подать платите. А я вас избавлю от хлопот, платежа. До сверх того еще дам вам вот 15 рублей ассигнациями. Теперь ясно? Ну, по рукам. Право, отец мой, никогда мне еще не случалось продавать мертвых. Вот живых тут я уступила протопопу отцу. Двух девок, по 100 рублей каждую. Очень благодарю. Но разговор сейчас не о живых, матушка, а о мертвых, о мертвых. И вот тут меня и останавливает, что они мертвые. А может, ты, отец мой, меня как-нибудь обманываешь? А они того вот как-нибудь больше стоят. Помилуйте, матушка. Да что же они могут стоить? На что они нужны? Да это точно, что уж совсем ни на что не нужно. Ну, вот видите, я вам ни за что плачу. Матушка Настасья Петровна, скажите, почем вы продали мед? По 12 рублей за пот. О, матушка, а ну греха немножко наградно шупляли. По 12 рублей не продали. Не продали, не продали. Ну, да извольте, извольте, продали. Так то ведь мед. Вы, может быть, собирали его около года с заботами, со стараниями, с хлопотами. А мертвые души, это дело не от мира сего. Там вы получили за труд, за старания 12 рублей. А с меня берете ни за что. Так, даром. Да и не 12 рублей, а 15. Да и не серебром, а вот все с синими ассигнациями. Право, мое такое неопытное дело, вдовья. Лучше я маленько повременю, а вот и по наедке купцы, я к ценам-то и применю. О, страм, страм, матушка. Ну, просто страм, ну, кто же у вас станет покупать? Ну, какое, какое употребление из них можно сделать? А может, в хозяйстве под случай, как-нибудь ей понадобится? А что и в хозяйстве? Куда меднула? Да на что, матушка, воробьев, что ли, по ночам на огороде пугать? С нами крестные силы, какие-то страсти, говорит. Да какое же еще употребление из них можно сделать? Да, впрочем, матушка, Настасья Петровна, ведь могилы и кости, это все вам останется. Ей-богу, ну, товар такой странный, совсем не бывает. Ай, ты чёрт! Не припоминай-то его, бог с ним, с третьего дни, всю ночь снился мне окаянный. Да такой гадкой привиделся, а рога длиннее бычачьих. Дивлюсь я, как они вам десятками не снятся. Да, пропади вы проводом, околеи вы со всей вашей деревни. Ох, отец мой, какие ты забранки пригибаешь. Знай я прежде, что ты такой сердитый, я б тебе не прикосновила. Я сердитый, я сердитый! Дело выеденного яйца не стоит, а я стану сердиться. Изволь, я тебе отдам за пятнадцать ассигнатов. Тичиков напрасно сердился. Иной и почтенный, и государственный даже человек. А на деле выходит совершенная коробочка. Как зарубил себе что в голову, то уж ничем его не пересилишь. Пожалуйста, подпишите. Бриджка готова. Только ты, отец мой, не обидеть меня? Не обижу, не обижу, матушка. Ну, прощайте, матушка Настасья Петровна. Промахнулась. Продала в три дешево. Да, в город надо ехать. Узнать, почем ходят мертвые души. Какое странное, и манящее, и несущее, и чудесное в слове дорога. И как чудно она сама, эта дорога. Сколько родилось мне чудных замыслов, поэтических крест. Сколько перечувствовалось дивных впечатлений. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Везде, где бы то ни было в жизни, везде хоть раз встретиться на пути человека явления, не похожие на все то, что случалось ему видеть до Толи. Везде, поперек каким бы то ни было печалям, весело промчится, блистающая радость, как иногда блестящий экипаж пронесется мимо какой-нибудь заглохнувшей деревушки. И долго мужики стоят с открытыми ртами, не надевая шапок, хотя давно уже пропал из виду дивный экипаж. Если положим этой девушке да предать тысячонок двести приданного... Кого я вижу? Шитиков! А я прямо с ярмарки. Эх, братец, как покутили, познакомься зять мой Межуев. Шампанское было у нас такое, что перед ним губернаторское, просто квас. Вообрази, не Клико, а какой-то Клико-матрадурок. Это значит двойное Клико. И веришь, я один в продолжении обеда выпил семнадцать бутылок шампанского. Эх, нет, брат, семнадцать бутылок ты не выпьешь. Нет, я же, как честный человек, говорю ему, что я выпил. Эх, брат Шизиков, ну что б тебе стоило приехать? Межуев смотри, вот судьба свела. Ну что он мне или я ему? Ведь он приехал, бог знает откуда, и я тоже здесь живу. Свинтас ты за это, скотоводанный. Ну поцелуй меня, душа моя. Смерть люблю тебе. Ты куда едешь? Так, к человечку к одному. Брось с него, поедем ко мне, все покажу. К сожалению, не могу ехать, есть дело. Ну уж и дело, уж и выдумал, эх ты, аподельдог Иваныч. Скажи только, к кому едешь? Ну, к Собакевичу. Кому? К Собакевичу. Ах, что ж тут смешного? Ой, пощади! Просто тресну от смеха. Я не понимаю, что ты нашел смешного. Я ему слово дал. Да ведь ты же жизни рад не будешь, когда Гриум приедешь. Ведь это просто жидомор. Ты же столько опешишься, если думаешь, найдешь там банчишку или добрую бутылочку какого-нибудь бонбола. К чёрту, Самогеевич! Едем сейчас ко мне. Нет, брат, нет, брат, меня ты, пожалуйста, отпусти. Жена будет сердиться, я... Вздор! Пять свёрт всего! Духом домчимся. Ну, пожалуйста. Не-не-не, ты попробуй бурганьон и шампаньон вместе. Это, братья-то, мой совершеннейший вкус сливок. Ну, и я пойду. Пустики-пустики! Синоду соорудим банчишку? Ай, нет, брат, не могу. Жена будет в большой претензии. Я должен ей рассказать о ярмарке. Да ну это твою жену! Важное, в самом деле, дело станете делать с женой вместе. Вообрази! Ай, нет! Нет, брат, нет, брат! Она, она такая и добрая жена! Уж точно почтенная! Не пущёй, не пущёй! У услуги оказывает такие, поверишь, слёзы на глазах! Не пущёй, не пущёй, не пущёй, не пущёй, не пущёй! Я ей жизнь за неё обязываю! Такая правда добрая, такая ласковая! Спросит, что видел на ярмарке! Ну и поезжай к ней! Деревка какая! Для препровождения времени держу 300 рублей банк. Ага, надо. Чтобы не позабыть. У меня к тебе просьба. Какая? Кстати, какой претензии ты исполнишь? Честное слово. Честное слово? Нет, не слово, а честное слово. Честное слово. Честное слово. Вот какая просьба! Послушай, Ноздрев, у тебя еще много есть умерших крестьян, которые еще не вычеркнуты из ревизии. Ну да, ну есть, а что? Слушай, переведи их на меня, на мое имя. Ну, а что? Ну, мне нужно. Зачем? Ну, мне нужно для того, чтобы, ну, одним словом, нужно. Наверное, что такое затеял? Ну, что из такого пустяка можно затеять? Зачем они тебе? Ну, мне нужно... Какая любопытная, ну, просто так, пришла фантазия. Ну, все, до тех пор, пока не скажешь, зачем они тебе нужны, я еще, брат, ничего не сделаю. Эй, душа моя, вот нечестно с твоей стороны, слово дал. А что слово? Слово! Нет, слово дал теперь на попятный двор. Да, ты там как себе хочешь, не сделаю, до тех пор, пока не скажешь, Зачем они тебе нужны? Я тебе скажу, ты знаешь, Назрев, мертвые души мне нужны для приобретения веса в обществе. Врешь? Врешь? Ну, почему? Я, я... Ну, подожди, я скажу, я тебе скажу точнее. Ты знаешь, Назрев, я задумал жениться. Ну, отец и мать, невеста, это... это прям амбициозные люди. Если... Ну, я... Врешь, 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 врешь. Врешь! Ну, это обидно даже. Почему я не приведу вам? Ну, ведь я же тебя знаю. Ты ж большой мошенник. Я не с чем, чтоб тебя обидеть. Это я по-дружески говорю. Если б я был твоим начальником, я бы давным-давно тебя повесил. Если ты хочешь щеклять подобными речами, поможешь отправляться в казарм. Не хочешь подарить? Ну, так продай. Я тебе за них денег дам. Да ведь ты подлец дорого не дашь. Да, ты тоже хорош. Что у тебя бриллиантовый, что ли? Чтобы доказать тебе, что я не какой-нибудь колдырник, я не возьму с тебя ничего. Душа моя. Купишь у меня жеребца розовой шерсти, я тебе отдам их всех придачу. А на что мне жеребец взять? Я за него заплатил 10 тысяч, а тебе отдаю его за 4. Не нужен мне жеребец, бог за нами. Купи у меня кауру и кобылу. И кобыла не надо. За кобылу и жеребца розовой шерсти я с тебя возьму только 3 тысячи. Нет, благодарю за расположение, но лошади мне не нужны. Тогда купи у меня собак. Я тебе продам такую суку, просто мороз по коже подирай. Брудастая сука и с усами. А, милый, зачем мне сука с усами? Спаси, северя, не обругайся. Спасибо, северя, уникальцы зимы. Все в параметре, землю не затеет. Поехали. Вот синок краденый. Не за самого себя не отдавал хозяин. Я ему сулил кауру и кобылу, которые помню, что мы с тобой вместе выменили у Хвастырева. Парфирий! Ты что же это так и не сделал, того, что я тебе приказал? Ты же не подумал его вычесать? Нет, я его вычесал. Да, отчего же у него блоки? Не могу знать. Должно брички по новой лизании. Ну, Леш, не воображал, надо же чесать. Дурак, я думаю, еще своих напустил. Чинчиков, посмотри, какие блоки. Уши, а нос, нос какой холодный. Настоящий мордаш. И рыбочупый, почупый рукой. Да, 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 добрый, добрый пород. Парфирий! Убери его. Не хочешь собак, купи у меня шарманку. Самому, как честный человек, обошлась полторы тысячи рублей. Тебе отдаю за девятьсот. В мольбрук походь собрался. Мелантон, мелантен, мелантене. Дорогой он. Мелантене. Мелантон, мелантене, мелантене. Во, какая шарманка. Во, какая. Слушай, не хочешь на деньги не надо? Давай меняться. Я тебе дам шарманку, все мертвые души и триста рублей в придачу. А ты мне свою бричку и триста рублей обратно. Пожалуйста. А я в чем поеду? А я тебе дам другую бричку. Только я чуть-чуть подкрасишь, и будет чудо бричка. Что же я, дурак? Да посуди сам. Зачем я буду приобретать вещь, решительно для меня не нужную? Я тебя очень хорошо знаю. Ух ты, ракальня. Возлушай, хочешь, виднём бантики, я поставлю сразу всех умерших на каркос. Про своё напряжение. И шарманку тоже. Эка и счастье, эка и счастье. Так и колоть, так и колоть. Так ты не хочешь играть в карты. Дрянь же ты. Борфирий! Борис Тубайевский конюху, чтобы он не давал обсало седям его. Пусть их едят одно сено. Телефан! Подавай! Постой, так, стой. Послушай, сыграем с тобой в шашки. Какие же? Это же карты, где действительно одно журналистовый обман. А ведь тут всё в искусство. Ну, изволь, изволь. В шашки я с тобой, пожалуй, сыграю. Души идут в 100 рублях. Достаточно, если они пойдут в 50. 100 рублей, 100 рублей. Нет. Ну, изволь. Изволь, стор. Сторвы. Эй, с конгресс вперёд! Какой стать? Я сам плохо играю в шашки. Да, знаю, как вы играете плохо в шашки. Ну, девять. Эй, с конгрессами. На. А-а-а. Да, не. Грани, а довней хребра. Вот сейчас. Грани! Грани, довней хребра вручу. Э-э-э, отцвека назад. Кого? Да, шашку. Какую? И чё, другая? Какая другая? Нет, стой, положите, нет, никакой возможности играть в шашки. Это не ходит подвес от шашки вдруг. А чё подвес шашки вдруг? А это передвинулся нечаянно изволили, я могу её убрать? Да нет, нет, это моя. А вот эта, пробралась в даму, вот эта вот все раз. Вот твою волну, не свинь. Нет, я только что пристроил её место в воде. За шашки на её место в обе. Нет, её место в обе. Нет, её место в обе. А так там уже ещё и сочинитель. Нет, это ты сочинитель, да только неудачно. За кого ж ты меня почитаешь? Неужели ты думаешь, что я стану с тобой плутовать? Я тебя ни за кого не почитаю, но только с этой поры играть с тобой в шашки я больше никогда не буду. Ты не можешь отказаться, играю на чтение, партию надо закончить. А это чего ж ты смешал шашки? Я все ходы запомнил. Герой! Я не буду играть. Значит, ты отказываешься играть со мной в шашки? Если бы ты играл как прилично честному человеку, но теперь могу. Сейчас я тебя буду бить. Порфирий, подушка! Эй, Тимор! Эй, Тимор! Позвольте узнать, кто здесь господин Ноздрев? Что вам угодно? По какому делу? По делу о нанесении помещику Максимову личной обиды розгами в пьяном виде. Вы врете. Я и в глаза не видал помещика Максимова. Милостивый государь! Я офицер! Позвольте! Нет, позвоню! Нет, позвоню! Я вам покажу Максимова! Толкую! Просвещение, просвещение! А это просвещение... Фук! Сказал бы другое слово. О том, что за столом неприлично. У меня... У меня не так. У меня когда свинья... Всю свинью подавай на стол. Баранина! Всю баранину оттащи. А я... Съем лучше двух блюд. И съем... В меру. Как душа требует. У меня не так, как у какого-нибудь Плюшкина. Восемсот душ имеет. А живет и обедает хуже моего пастуха. А кто это такой Плюшкин? Мошенник. Всех людей... Переморил голодом. Как... Как мухи мрут. Неужели как мухи? Позвольте спросить... Как далеко живет он от вас? В пяти верстах. Я... Вам даже не советую знать дороги... К этой собаке. Почему? Извинительней сходить в какую-нибудь... Непристойное место, чем к нему. Я... Не для каких-либо... А потому только что интересуюсь... Познанием всякого рода места. Вау. Кстати, я хотел... Поговорить с вами. Угу. Прошу. Древняя римская монархия, уважаемый Михаил Семенович, не была столь велика, как русское государство. Иностранцы весьма справедливо его удивляются, но по существующим положениям российской империи, ревизские души, окончившие свое жизненное поприще, числятся до подачи новой ревизской сказки наравне с живыми. При всей справедливости данной меры, и она является отчасти тягостной для многих владельцев, обязывая их платить под эти как бы за живой предмет. Чувствуя уважение к вам личное, готов бы я даже принять на себя эту тяжелую обязанность. Прошу. Вам нужен мертвый душ. Не существующих, Михаил Васильевич. Извольте, готов продать вам. А позвольте узнать, какова же будет ваша цена. Хотя это такое предмещение, даже странно как это. И чтобы не запрашивать с вас лишнего, по 100 рублей за штуку. По 100? Да. А что, разве это для вас дорого? Ну, какая была бы, однако же, ваша цена? Моя цена? Да. Нет, просто мы выбирать не понимаем друг друга. Ну, по 8 гривен за душу. Самая красная цена. Эх, куда хватили? По 8 гривенок. Тебе мне лапси продают. Надо же согласиться сам, ведь это тоже и не люди. Да чего вы скупитесь? Ведь другой мошенник обманет вас. Продаст вам дрянь, а не душу. А у меня все на подбор, как ядрёный орех. Не мастеровой, так иной. Какой-нибудь эдакой, эдакой здоровый мужик. Да вот вы, вы изволите сами, сами рассмотреть. Ну, позвольте, Михаил, позвольте, позвольте. Каретник Михеев, сам обобьёт, сам и лаком покроется. Вы позвольте. Пробка, Степан, это плотник. Голову готов положить, ежели где вы сыщите такого мужика. Трёхошин с вершком росту. Трезвость примерной. Служил он в гвардии, ему бог знает, что вы дали. Вы позвольте. Ой, милый Уршкин, а, этот кирпичник. Мог поставить печь в каком угодно доме. А, Максим Телятников, сапожник. Что шилом кольнёт, то и сапоги. Что сапоги, то и спасибо. И ходьба в рот Хмельнова. Да чего позвольте, чего позвольте. Еремей Сыркоплюхин в Москве торговал. Одного оброку приносил. Гляди, пятьсот рублей. Позвольте, Михаил Семёнович, ведь это народ-то мёртвый. Ну да, мёртвый. Мёртвый. Ну да, мёртвый. Ах, да. Мёртвый, да. А, и то сказать, а что из тех людей, которые теперь числятся живущими? Что из них-то? Разве это люди? Это мухи, а не люди. Однако они существуют, а это мечта. Ну, нет, не мечта. Я вам доложу, какого был Михеев, такого мужика вы нигде не сыщите. Тоже нашли мечту. Нет, нет, нет. Больше двух рублей я дать не могу. Ну, извольте, извольте. Чтоб не претендовали, что запрашиваю дорого, 75 рублей. Право для знакомства. Мне странно право. Ведь предмет-то просто фу-фу. Чего он стоит? Кому он нужен? Фу-фу? Так вы же покупаете, стало быть, нужен. Два рублика. Эй, заладь вас, Сорока, якобы, два рублика, два рублика. Торгуйтесь, торгуйтесь, да? Давайте настоящий цен. Ну, извольте, по полтинке прибавлю. И я говорю последнее слово, 50 рублей. Ну, что, в другом месте я их нипочем возьму. Да. Ну, знаете ли, такого рода покупки. Да расскажи я. А что такое? Ничего. А что такое? Я покупаю не для какой-либо надобности, а просто так. По наклонности собственных мыслей. Вот я про наклонности-то говорю. Ну, так вас с полтиной не хотите. Нет. Ну, прощайте, Михалыч. Прощайте. Ну, давайте, давайте. Давайте по 30 и берите их себе. А, нет, нет, Михалыч, я просто напрасно теряю время. Вы не хотите продавать. Павел Владимирович, позвольте, позвольте, позвольте. Павел Владимирович, позвольте, позвольте. Павел Владимирович, позвольте, позвольте. Павел Владимирович, позвольте, позвольте. Павел Владимирович, позвольте. Павел Владимирович, позвольте. Павел Владимирович, позвольте. Павел Владимирович, позвольте, позвольте. Ой, больно, больно, но ничего. Михалыч, ничего, посидите. Нет, ничего, посидите, посидите и отдохните. Я вам сейчас скажу одно приятное слово. Угол хотите? Если 25 рублей есть, даже четверть угла не дам. Копейки не прибавлю. У вас душа человеческая, словно паренная репа. Ну, хоть по... По 3 рублей дайте. Не могу. Ну, нечего с вами делать, извольте, убыток. Убыток. Ну, уж нрав такой собачий. Не могу не сделать приятного ближнему. Давайте же задаточек. К чему же вам задаточек? Ну, так водится. Так я просто не пригодился, не захватил с собой денег. Нет, есть. Ах, вот 10 рублей. Ну, давайте, по крайней мере, хоть 50. Ух, нет, 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 нету. Нету, 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 нету. Олег, здесь. Ну, нет. Здесь. Нет. Нет, Михалыч. Ах, вот 15, 15 рублей. Итого 25 рублей. Напишите расписку. А зачем же вам расписку? Ну, не ровем, час, мало что может случиться. Ну, давай деньги. Ну, деньги у меня в руках. Как только пишите расписку, сразу получите. Как же я буду писать расписку, я денег не вижу. Вот они. Музыка. Поехали. 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 Михаил Владимирович, я только хотел бы попросить вас, чтобы эта сделка осталась между нами. Ну, само собой разумеется. В честь имею в виду. Благодарю, что посетили. Прощайте, Михаил Владимирович. Прощайте. Мошенник. 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 Продолжение следует... Ну что ж, матушка, барин-то у себя, что ли? Здесь, хозяин. Где же? Да что вы, батюшка, слепы-то, что ли? Эх, ва! А ведь хозяин-то я. Наслышавшись об экономии и редком управлении имениями, почел взаимопременный долг лично засвидетельствовать вам свое почтение. Поконишь, прошу садиться. Попасу. Я давненько не вижу гостей. Да и, признаться, сказать, в них мало вижу проку. Завели бы неприличные обычаи ездить друг к другу, а в хозяйстве упущение, да и лошадей их сеном корми. Того и гляди на старости лет, пойдешь по миру. А мне вот, однако, сказывали, что у вас более тысячи душ. А кто это сказывал? Вы бы, батюшка, наплевали в глазу тому, который сказывал. Последние три года проклятая горячка выморила у меня здоровенный куш мужиков. Нет, правда, и много выморила. До ста двадцати наберешься. Целых сто двадцать. Да я стар, батюшка, чтобы лгать-то. Седьмой десяток живу. Я соболезную, почтеннейший, соболезную. Да соболезнования-то в карван не положат. Соболезную и тут же являю готовность платить подать за всех ваших умерших крестьян такими несчастными случаями. А что, батюшка? А где-то вам самим поддель в убыток? Готов поддельный убыток. Потому вижу, как почтенный, добрый старик терпит по причине своего добродушия. А, дай богу, так. Дай богу, правда, батюшка, все добродушие. Вот видите, я вмиг постигнул ваш характер. А позади спросите, но так, чтобы не рассердить вас, вы деньги будете выдавать мне или в казну? А мы вот как сделаем. Мы совершим на них купчую крепость. Как бы они были живы, и как бы вы их мне продали. Батюшка, эти купчие крепости, это поди все, и сдержки. Из уважения к вам я даже и сдержки по купчей приму на свой счет. Ах ты, господи, батюшка, утешили стариката. Дай бог, батюшка, вам всяческих утешений, батюшка. И вам, и деткам вашим, и деткам вашим, батюшка. Прошка, прошка. Вот, батюшка, посмотрите-то, какая воровская розжатка. Поставь самова. Да, на вот ключ, да отдай мамре, чтобы пошла в кладовую. Там на полке есть сухарь из кулича, который Александра Степановна привезла три года тому назад. Да сухарь-то сверху чай поиспортился. Так пусть соскоблит его ножом. Да и крох не бросает, а снесет в курятник. А не дурно бы совершить купчую поскорее? А то ведь человек сегодня-то жив, а завтра и бог весь. Так хоть сию минуту. Вы сделайте подробный реестр их всех поименно. Да. Ну, и потом для совершения купчей квексти вам необходимо будет самому проехать в город. Что вы, а что в город? А дом-то как оставить? У меня ведь народ или вор, или мошенник, ведь венец так и берут, что и кафтан-то не на чем будет повесить. Так, может быть, имеете в городе какого-нибудь родственника или знакомого? Какие знакомые? Самые знакомые или перемерли, или раззнакомились? Какие знакомые? Есть председатель. Иван Григорьевич? Иван Григорьевич. Езжал в старые годы, однокорытниками были, по заборам вместе лазили. Уж не к нему ли написать? К нему и напиши-то. Мятюшка. Лежала тут на столе четверка чистой бумаги, а я не знаю, куда запропасти ее. Люди у меня такие негодные. Батюшка, извольте. А не знаете ли вы какого-нибудь вашего приятеля, которому понадобились бы беглые души? А у вас и беглые есть? Есть. И много числов. Десятков-то семей наберешь? Нет. Батюшка, у меня ведь что-то год, кто бегает. Народ-то от праздности завел привычку-то трескать. А у меня и самого-то есть нечего. Нет, нет, такого приятеля нет. Но если вы так стиснуты, то я мог бы дать вам за них... Ну, это такие пустяки, что об этом говорить не стоит. Батюшка, а сколько бы вы дали? Ну, по 25 копеек на душу дал бы. И как покупаете, на чистые? Сейчас деньги. А уж ради нищеты мы по 40 копеечек дали бы. Ой, бачу-то, я не только по 40 копеек. По 500 рублей дал бы, но состояния нет. Ну, извольте, я вам по 5 копеек накину. Ну, хоть по 2 копеечек-то еще пристегните. В ходе копеечки... Ну, в ходе копеечки, извольте, пристегну. Ну, тут у вас их 70. Да, 78. Как 78? А, да, 78. 78. В умеет от 24 рублей 96 копеек. Напишите расписку. И до такой ничтожности, мелочности, гадости мог снизойти человек. Мог так измениться. Забирайте же с собою в путь, выходя из мягких юношеских лет в суровое, ожесточающее мужество. Забирайте с собою все человеческие движения. Не оставляйте их на дороге. Не подымите потом. Субтитры делал. Человек хоть где узнаешь, он и не ест, а сшит. Эва, Эва! Четыреста душ без малого! Эх, ты такой-сякой комариский мужик! Та-та-там! 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 А ведь совсем недавно... Здесь мы вернемся немного назад, в прошлое нашего героя, чтобы рассказать, как пришла ему в голову мысль о мертвых душах. Вернемся на минуту в то время, когда он был только жалким ходатаем по делам в Санкт-Петербурге. Господин секретарь, как? Опять вы? А? Я же объяснил вам добрейший, что я ничего не могу для вас сделать. Имение вашего доверителя расстроено в последней степени, а вы хотите заложить его под 200 рублей на душ. Смешно! Зачем же быть так строго, почтеннейший? Имение расстроено неурожаями, плутом приказчика. Смешно! Изволь ли обронить? Да ведь я не один, в Совете-то есть и другие. Другие тоже не будут в обиде. Я это дело знаю, сам служил. Хорошо. Подавайте бумаги. Только вот какое, между прочим, обстоятельство. Половина крестьян в этом имении вымерла. Так, чтобы не было потом каких-нибудь привязок. А что эти умершие по ревистской сказке числятся как живые? Числятся как живые. Ну так чего же вы оробели? Один умер, другой родится, все в дело годится. Раз по ревистской сказке числятся как живые, стало быть живые. А? Чего? Чего? Ну то тоже. Подавайте бумаги-то. Ах я, какие простота! Ах я! Да накупи я всех этих, которые вымерли, пока еще не подавали новых ревистских сказок. Приобрети их, положим, тысячу, да заложи. В опекунском совете по 200 рублей на душу, вот уж. Ах! 200 тысяч капиталу. Ах! 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 Ваше происходительство, Павел Иванович. Ваше происходительство? Стало быть, приобрели, Павел Иванович? Приобрел. Ваше происходительство приобрел. Благое дело! Благое дело! Павел Иванович! Павел Иванович! Так вот вы как Павел Иванович. Да. Павел Иванович, вы не знакомы еще с моей дочерью. Институтка только что выпущена. Почту за особую честь, Вашёй слав 갱. Я уже имел удовольствие однажды. Позволим ли нам, бедным жителям земли, быть так дерзкими? Чтобы спросить у вас, о чем мечтает. Где находятся эти счастливые места, в которых порхает мысль ваша? Можно ли знать имя твое, которое погрузило вас в эту сладкую долину задумчивости? Спасибо. Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Кушанье готово! Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok 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 чем я! Сиденько, все вы здесь, твои друзья, не правда ли полицмейстер? Я бы тебя повесил. Ты, Богу, Папа, вот и Леву, превосходись тоже здесь. Вы не поверите, Ваше превосходись, как мы друг к другу привязаны. То есть, если бы вы меня спросили, нас дрем, скажи по совести, кто тебе дороже? Отец родной! Или Сичинов! Я скажу, Сичинов, позволь, душа моя, я влеплю тебе один безе. Одну безешку напечатлею на белоснежной щечке твоей. Что за безобразие! Какая прелесть! Вывезти его сейчас же вон! И я тебе мешу его тоже! Вывезти меня вон! И я тебе мешу его тоже! Ха-ля-ля! Кошечка! Кофе, Анна! Сюда, сюда! Чичико! Распустили слухи, что он хороший. А он совсем нехороший. Послушайте, что я вам открою. Совсем нехороший. И нос у него. Душенька, Анна Григорьевна. Самый неприятный нос. Послушайте, что я вам расскажу. Это же история, понимаете? История сканатель-листуар. Ну, ну. Вообразите себе. Приезжает ко мне сегодня Протопопша. Протопопша, а то Кирилл, жена. Ай, что бы вы думали, а? Наш-то смиренник, а? Приезжий-то наш каков, а? Как? Неужели он и Протопопша строил куры? Анна Григорьевна, пусть бы еще куры. Это еще... Ладно. Послушайте, что мне рассказала Протопопша. Приезжает к ней. Помечется коробочка. Бледная, как смерть. И рассказывает. Ой, как она. Рассказывает. Послушайте, это совершенный роман. Представьте себе, в глухую полночь, когда в доме все стало, раздается стук. Ужаснейший. Какой только можно себе представить. Кричать. Отворите! Отворите! Не то будут выломаны ворота. Да что, разве коробочка молода и хороша собой? Ничуть, старуха. Велести. Так он за старуху принялся. Ох, 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 ох. Он ее изнасильничать хотел? Да нет же, Анна Григорьевна. Ну, совсем, совсем не то, что вы полагаете. Вообразите. Является вооруженный с ног до головы, вроде Ринальда, Ринальдина, и говорит. Продайте, говорит, мне души, которые умерли. Коробочка, говорит, очень резонная. Я не могу их продать, потому что они же ведь мертвые. Нет, говорит. Не мертвые. Это мое дело знать, мертвые они или нет. А не мертвые, не мертвые, не мертвые, не мертвые, кричит. Словом, скандальоза наделала ужасного. Вся деревня сбежалась. Ребенки плачут. Все, кричит. Никто ничего не понимает. Словом, орер, 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 орер. Это, однако же, странно. Что бы это такое могли значить эти мертвые души? Воля ваша, здесь скрывается что-то другое. Что же, по-вашему, здесь скрывается? Ну, слушайте же, что такое эти мертвые души. Мертвые души... Что? Мертвые души... Говорите ради Бога. Ну, это просто выдумано для прикрытия. А дело вот в чем. Он хочет увезти губернаторскую дочку. Боже мой, Анна Григорьевна. Это просто раздирает сердце, когда видишь до чего наконец достигла безнравственность. Словно, это странно. Чище, как в человек заезжий. Может быть, чтоб кто-нибудь не помогал ему? А наздрев. Неужели наздрев? Ой, душенька. Анна Григорьевна, какие интересные новости. Я от вас узнаю. Но я еду, я еду. Я еду. Куда? Вица губернатор. Я с вами. Парашка! 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 Ноздрев придет? Придет. Воля ваших господа. Но это дело надо как-нибудь кончить. Ведь это что в городе происходит? Одни говорят, что он делает фальшивые бумажки, другие. И, наконец, страшно даже сказать. Говорят, что Чичиков Наполеон. Господи. Я думаю, надо задержать его, как подозрительного человека. А если он нас задержит, как подозрительных? Как так? А может, он с тайными поручениями мертвые души будто купить? А может быть, это разыскание обо всех тех умерших, о которых нами было подано, умерли от неизвестных случаев? Господи. Зачем потревожили мое уединение? Сядьте, не надо. Сядьте, не надо. А где губернские власти? Там и закуска. Ну, пусть здоров прокурор, поправляйте с мальчислендом. Пусть здоров, пусть здоров. А где карты? Карты? Карты потом. Карты потом. Скажи, пожалуйста, что за притча в самом деле эти мертвые души? И верно ли, что Чичиков скупал мертвых? Верно. Логики же нет никакой. Сержант никакой. Какому делу можно приткнуть мертвых? Он и купил на несколько тысяч. И я сам сколько им брал? У-у-у! Раз сам день гигантный. Гигантный. А зачем сюда вмешалась губернаторская дочка? А он подарить ей их хотел. Мертвых? Мертвых. А не старается ли он что-нибудь разведать? Старается. Не шпион ли, Чичиков? Шпион. Еще в школе. Ведь я с ним вместе учился. Мы еще тогда называли фискалом. О, мы его за этот раз так поизменили, что ему к одним вискам пришлось поставить 240 пьярок. 240? 40? 40. А не делатель ли он фальшивых бумажек? Делатель. Точно ли, что Чичиков имел намерение увезти губернаторскую дочку? Ха! Ты я сам помогал ему в этом деле. Коммунитка не вышла в ничего. А где же было положено венчание? В деревню? В какой? Тракмачевка. Поп-Озесс-Сидор. Завещаю 75 рублей. Дорого. Вернемся. Дорого. И то бы он не согласился, если я его как следует не припугнул. Перевечал, говорю, Лобазника Михайлову на собственной куме. Он меня как испугает. Я ему и переменной лошади своей уступил. И коляску мою. Да кому? Кому ему? Лобазнику или Попу? Лобазнику. И Попу. Попу и Лобазнику. Лобазнику и Попу. Чичикову. Страшно даже сказать. Но по городу-то разнеслись слухи, будто бы Чичиков Наполеон. Наполеон. Наполеон? Без сомнения. А как же он? Переодетый. Ну, ты, кажется, начал пулилить. Начал пулилить, да. Стоит! Кто? Англичанин. Выпустили его, англичанин, собственно, святые Елены. Вот он и пробирается к себе в Россию. Будда бы он Чичиков, а на самом деле он вовсе не Чичиков. А он... Вот он кто. Черт знает, что такое. А ведь Чичиков-то сдает нам портрет Наполеона. Пренеприятные происшествия, господа. Казенные крестьяне, сельца вшивые здесь, соединившись с таковыми же крестьянами сельца Боровки, снесли с лица земли земскую полицию в лице заседателя некоего Дробяшкина. Бля! Ха-ха-ха! Что я вам говорил? И чего я сдрепил? Подумаешь, сболтнул Ноздрев. Все это вздор и глупое слово ничего не значит. Главное дело уже сделано как следует. Черт бы подрал Ноздрева! И мать Ноздрева, и... И пусть бы крестнул Оздрев. Вот говорит пословица, для друга семь верст не околится. Прохожу мимо, думает, дай я себе. Зайду. Прикажи к нам бить на трубку. Я не курю. Пустое, будто я тебя не знаю, что ты... Куряка. Намение с председателем. Орда! Боже, не все против тебя. Все думают, что ты делаешь фальшивые бумажки. Я делаю фальшивые бумажки? Они тщетки, знаете, сошли с ума от страха. Нарядили тебя в разбойники и в шпионы. А прокурор... Прохурор... С испугу помер. Ха-ха-ха! Ха-ха-ха! Сегодня погребенье. А где ты, однако, с Читикой рискованный дел за день? Что? Какое рискованный дел? Да увезти губернаторскую дочку. Впрочем, я ничего не нахожу в ней хорошего. А есть одна родственница Бегусова. М-м-м... Сестры его дочь. М-м... Можно сказать, чудо-калинкор. Что ты, что ты будешь? Как увезти губернаторскую дочку? Что ты... Застой, брат! Экой скрытный человек! Я признаюсь, к тебе стему пришел. Из воли я готов тебе помогать. Уж так и быть, подержу тебе венец. Но только скук с уговором. ты должен дать мне три тысячи взаймы. Ну, шли, Пэт. Хоть зарежь. Держи! Вон! Вон! Петрушка, Петрушка, качи его. Вон! Изволь, я готов, вон. Я, черт меня знает, никак не могу сердиться. Но я бы тебя повесил, как друг говорю, повесил. Мой врук поход собрался... Селефан! 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 Давай, Бриску, едем! Слушаюсь, Павел! Иди, запрягай! Слушаюсь, Павел! А чего стоишь? Да ведь, Павел Иванович, надо будет лошадей ковать. Что? И колесо тоже. Шину надо будет совсем перетянуть, потому что дорога ухабистая. Шибень пошел такой! Ах, подлец! Ты что, убить меня собрался, а? Зарезать мне хочешь, а? Разбойник! Стравшилищ Морской, чушка проклятый! Две недели сидим на одном месте, и хоть бы изыскнулся без путь, а теперь к последнему часу все и пригнал! Ты же знал прежде! Отвечай! Знал! Знал! Что ж ты не сказал? Не сказал! Пойди, чтобы вы два часа все было сделано, а если не будете, я тебе, еще тебя, еще тебя, в рот согнули, и узлом завяжу! Знал! Покривил! Покривил, не спорю, но покривил. Увидишь, что прямой дорогой не возьмешь, и что косой больше напрямик. Но ведь я и заощрялся. Я разве разбойник от меня пострадал кто-нибудь? Сделал я несчастным человека? А эти мерзавцы, которые по судам берут тысячи и из казны небогатых грабят, а последнюю копейку отнимают у того, у кого ничего нет. Столько трудов, столько железного терпения и такой удар. За что? За что такая судьба? Какая судьба? Вот уже и шлагбаум, и город позади, и умерший прокурор, и другие все мертвые души. И опять в дороге, опять по обеим сторонам столбового пути пошли вновь писать версты, поля неоглядные по ту сторону и по другую. Русь. 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 Субтитры создавал DimaTorzok